Мы пришли сюда на рассвете, когда первые солнечные лучи уже начали скользить над землей, но утренняя прохлада еще стойко держала оборону. Не знаю, раннее утро, атмосфера этого места или все вместе взятое, но меня не покидало ощущение сна. Все было каким-то нереально сказочным, начиная от поля с подсолнухами, давно обогнавшими меня по росту, и заканчивая вырисовывающимся силуэтом, стоявшего чуть-чуть на возвышенности красавца замка. Привет всем! Предчувствую, что замок, о котором мы хотим вам сегодня рассказать, точно придется вам по душе. Вот уже несколько десятилетий эта жемчужина в неоготическом стиле стоит невостребованной на краю небольшой французской деревушки, окруженная разросшимися деревьями и кустарниками, в ожидании, что кто-нибудь возьмет ее в свои заботливые руки. А пока этого не произошло, предлагаем вам пройтись по ней вместе с нами и посмотреть на величественные интерьеры прошлого, а также заглянуть в запрятанные среди зарослей неподалеку старые гроты, напоминающие целый подземный городок своими масштабами. Поехали! Переночевав в гостях у нашего друга, жившего неподалеку, мы, как только начало светать, большой дружной компанией уже двигались в направлении заброшенного замка. Припарковав машину, пройдя по полю с подсолнухами и взобравшись на небольшой холм, мы оказались перед утопающим в буйной траве замком. За его вытянутыми башенками начинали пробиваться солнечные лучи, обещая очередной теплый летний день. Некоторые окна и двери оказались разбиты и сломаны, но это не мешало наслаждаться его красотой. Над главным входом нас встречали два горельефа со львами, стоящими на задних лапах и опирающимися на щиты. Миновав их, мы прошли в массивную деревянную дверь и оказались внутри. Замок встретил нас многовековой прохладой, и мы еще раз отметили, что взять куртки было очень хорошей идеей. Разделившись, мы отправились изучать замок маленькими группами, чтобы не мешая друг другу спокойно его пофотографировать. Замок имел четыре этажа. Первые два были очень похожи друг на друга по расположению комнат, соединяемых длинным коридором. Все помещения в основном были пусты и имели высокие потолки. С обеих сторон коридор заканчивался ведущими на верхние этажи деревянными лестницами, широкой с массивными перилами с одной и более узкой полувинтовой с другой. Из-за обступившей его растительности первый этаж оказался самым темным, и гулять по нему приходилось с лампой. Особенно нас, конечно, поразила располагавшаяся ближе всего к главному входу круглая башня, где на первом и втором этажах были оборудованы чудесные и такие же округлые комнаты. Их украшала лепнина с изображением гербов, химер и узоров, а также в каждой находился потрясающий камин. В той, что на первом этаже, около одного из окон стояли узкие колонны, а вдоль стен сохранились остатки деревянных скамей. КОНЕЦ Округлая комната на втором отличилась бюстом рыцаря над камином, которому местные хулиганы уже слегка подпортили забрало. На втором этаже потолок в конце коридора начал падать. Подойдя поближе и заглянув в соседнюю дверь, мы обнаружили, что там уже все рухнуло. КОНЕЦ Столки на третьем этаже оказались гораздо ниже, а на четвертом – под самой крышей. Зато отсюда можно было выйти на расположенные на башнях балкончики. Правда, осторожно. КОНЕЦ 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 Каждый из трех этажей восхищал и удивлял. Растения, бурно заваливающиеся на лестницу из разбитого окна. Маленькие комнатки с каминами и скульптурами, свисающими с потолка химерами в перемешку с гербами и орнаментами. Массивные шикарные лестницы с этажа на этаж. И балконы с видом на поля с подсолнухами. К сожалению, без вандалов тут тоже не обошлось. Глупые похабные словечки на стенах и разбитые головы у скульптур, а также раскиданный повсюду мусор выдавали их периодические визиты. Но и естественная деградация под воздействием времени и природных факторов тоже присутствовала. Так в некоторых местах пол уже начал проваливаться. Где-то уже упала его значительная часть. Особенно пострадали участки вблизи разбитых окон, откуда заливалась дождевая вода. Там, где пол казался мягким, мы старались не ходить. Растительность активно пробивалась сквозь разбитые окна и двери нижних этажей, ползла по стенам и одной из лестниц. Мы гуляли по замку и восхищались остатками от его былого великолепия. Даже несмотря на пару десятков лет назад проведенный здесь ремонт с использованием более современных материалов. В то время здесь как раз располагался летний лагерь. Обойдя замок изнутри, мы решили взглянуть на полуразвалившиеся постройки на его территории, где когда-то жили животные, хранился урожай и сельскохозяйственное оборудование. Там, как сказал наш друг Джим, уже бывавший здесь ранее, нас ждал сюрприз. Пройдя за ним по утопающей в растительности узенькой тропинке, иногда заглядывая в пустые разрушенные пристройки, мы наконец-таки увидели их, пещеры троглодитов. Вход в них был достаточно неприметным и прятался за обступившими его деревьями. Но проходя по длинному, заросшему мхом и плесенью коридору и заходя в маленькую неприметную дверь в скале, ты вдруг оказывался в совершенно ином мире, в высоком подземном городе, где стояла полнейшая темнота, но стоило включить лампу и дух захватывало от проявляющихся размеров. Огромный зал разделяли оставленные части скалы, подкрепленные каменной кладкой и выполняющие роль поддерживающих своды грубо отесанных колонн. К залу примыкало множество маленьких закутков комнат, а некоторые его части уже обвалились. В каких-то комнатках были оборудованы специальные ниши для хранения вина или выращивания грибов. А может, когда-то здесь действительно жили люди, слуги маркизов из замка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы нашли там несколько предметов быта. Посуду, кастрюли, старую одежду, готовую уже вот-вот слиться с самой пещерой, и даже остатки костровища, над которым зияла небольшая дыра на своде грота, светневшимся через нее небом. Когда-то тут готовили еду, а значит, скорее всего, все-таки жили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет, это не маленькие слепые монстры из «Героев меча и магии», если кто-то здесь еще помнит эту игру. Троглотиты во Франции – это люди, ушедшие жить в пещеры. Только в случае с этим замком эти пещеры, скорее всего, использовались как хозяйственные помещения для хранения вина и другого продовольствия, а также для выращивания грибов. Но, во всяком случае, это было в последнее время, а раньше, может быть, тут и жили. Вот в такое удивительное место мы попали. Мало того, что замок был сам очень даже хорош собой, так еще и этот бонус в виде таких же заброшенных гротов рядом. Пожалуй, это было одно из самых лучших наших приключений, которых, кстати, было уже немало. И на этой ноте мне хотелось бы поделиться с вами отличной новостью. Многие мои читатели и зрители часто меня спрашивали, а вы книги пишете? Ну вот, друзья, написала. Хотя о том, какой путь мне пришлось пройти, чтобы подержать ее в руках, можно уже отдельную книгу писать. Если вам интересно, в своем блоге я немножечко рассказала об этом. Но это сейчас не так важно, ведь главное – результат. Книга называется «Follow the Ghosts. Заброшенные места и их истории». Теперь наши приключения и истории заброшек и их владельцев собраны в одном месте в компании большого количества фотографий и потрясающих иллюстраций от моего друга-художника Виктора Горнстаева. В описании к этому видео я добавила ссылку на его работы. Обязательно посмотрите. На 300 страницах разместились истории 38 заброшенных мест. Некоторые из них вы уже видели в наших видео. Про некоторые мы уже никогда не сможем ничего снять по различным причинам. Поэтому теперь память осталась только в таких вот фотографиях. Так что, если вас интересует приобретение данной книги и не только, в описании к данному видео я добавила ссылку на наш интернет-магазин. Добро пожаловать! Кстати, первую неделю после выпуска этого видео мы сохраняем специальную цену на книгу для самых решительных, а потом цена уже будет повышаться. Вспевайте купить. Ну и пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто помог мне в реализации этой идеи и составлял компанию во время наших путешествий. И, конечно же, вас, дорогие наши зрители и читатели, потому что без вас ничего бы этого не было. Спасибо вам всем. Ну а теперь вернемся к нашему чудесному замку, ведь мы еще не узнали его историю. Владелец никогда не отвечал на наши письма, даже если получал заказные, пожимает плечами мэр коммуны, в которой находится заброшенный замок. Какие-то у него там темные, непонятные нам схемы, в результате которых страдает замок, не получающий должного ухода. Он открыт всем ветрам и вандалам, да еще и крыша с недавнего времени потекла. Начали падать этажи. Но недавно неравнодушные местные жители создали ассоциацию по его спасению. Так что будем брать инициативу в свои руки и спасать свой замок. Он всегда был как нерадивый младший брат для находящегося в нескольких километрах от него более крупного и более знаменитого замка. За долгие столетия истории они оба принадлежали практически одним и тем же именитым владельцам. Только для жизни эти владельцы предпочитали старшего брата, лишь иногда уделяя внимание младшему. Хотя по красоте младший нисколько не уступал, а может даже и превосходил своего собрата, во всяком случае, начиная с 19 века, когда был перестроен до уже знакомого нам вида, вытянутого, аккуратного, в неоготическом стиле и с множеством декоративных элементов и башен. Деревня, к которой он принадлежал, была очень старой, археологические раскопки показали, что когда-то ее занимали еще древние римляне. А его история началась с 15 века. Правда, тогда он представлял собой средневековую крепость, постоянно вынужденную отражать атаки противников, и потому несколько раз разрушенную и перестроенную заново. Сменяя одного знатного владельца на другого, переходя по наследству и передаваясь в дар, замок постоянно перестраивался и дополнялся на их вкус, пока владевшие местные маркизы не поставили точку в его перевоплощениях во второй половине 19 века. Примерно в то же время рядом были обустроены и пещеры троглодитов, используемые для хозяйственных нужд, а в трудные времена даже служившие убежищем. В более современном мире замок никак не мог найти себе места. То в начале 30-х годов из него пытались сделать отель-ресторан на 36 комнат, но дело никак не шло. То в 40-х годах решили организовать в нем дом отдыха, но вскоре пришла война. То после войны здесь устроили специальное женское училище, профункционировавшее около 10 лет, а потом закрытое за отсутствием актуальности. И после, как было популярно на то время, в замке организовали летний лагерь, задержавшийся на месте дольше всех. А потом замок, заброшенный после закрытия лагеря, продали иностранцам, возжелавшим сделать здесь элитный отель, но так после покупки не пошевелившим даже пальцем. С той поры он начал постепенно погружаться в растительность и уныние. Примерно таким мы его и обнаружили, когда приехали сюда в первый раз. Конечно, то, что он находился вдали от крупных городов, в каком-то плане пошло ему на руку. Деревенские вандалы за долгие годы простоя не сильно его потрепали, хотя все же пытались. То там, то здесь, на прошедших сквозь века стенах виднелись их нарисованные баллончиком уродливые каракули и нецензурные словечки. К счастью, сейчас у замка появился более решительный владелец, оградивший территорию и, наконец-то, занявшийся внутренней реставрацией. Первым делом он залатал крышу и ставил новые окна взамен разбитым. На очереди упавшие этажи. Надеемся, что теперь у замка все будет хорошо. Вот такой обнадеживающий финал получился у этой истории. Да, такое тоже бывает. Кстати, когда работы по благоустройству территории и реставрации только начинались, мы еще раз навестили замок. Точнее, нам удалось попасть только в гроты. На тот момент прошло примерно два года с нашего последнего визита. Сейчас покажем вам, как здесь все изменилось, а заодно расскажем, что такое грот и троглодитов и откуда они взялись. Территорию перед замком теперь было не узнать. Вся будная растительность, трава и кустарники были скошены, завалы из упавших деревьев расчищены, а сам замок смотрел на нас новенькими целехонькими окнами. Наконец-то с тобой что-то делают, дружок. Решив напоследок хотя бы еще раз осмотреть пещеры, мы направились в их сторону. Но дорогу также было не узнать. Вместо полного погружения в кустарник, в котором надо было высматривать узенькую тропинку, мы оказались на пустыре, стоя лицом к разваливающимся хозяйственным постройкам. Кажется, надо в ту сторону. Даже будучи очищенным от растений, вход в пещеры все равно сливался с окружающей обстановкой. Но мы его все-таки нашли и, включив лампы, отправились снимать. К счастью для нас, в гротах с нашего последнего визита мало что поменялось, и еще можно было их исследовать, как раньше. Забавно, что мы привыкли использовать термин троглодит применительно к человеку, который много ест. Но это в корне неверно. Само слово появилось в обиходе в XII веке во Францию. Из греческого языка переводится как «пещерный житель». Со временем и пещеры, в которых они жили, также стали называть троглодитами. Следы пещерных поселений во Франции находятся в Ульзасе, Провансе, на берегах Сены и в долине реки Луары. Примерно в VI веке в этих местах начали разработку каменных пород для строительства замков. Чуть позже, к XI веку, шахтеры стали обустраивать жилища в отработанных шахтах. Это было удобно. В образовавшихся после выемки ракушечника и песчаника пещерах, которые представляли собой огромные ниши, достаточно было построить только одну стену – фасад, и, как правило, ее выкладывали из двух слоев камня. А внутри можно было оборудовать сколько угодно комнат для самых различных нужд. Также в пещерах и зимой, и летом держалась одинаковая температура – 16 градусов. Еще больше пещерные дома начали ценить в период войн. Шахтеры копали туннели, иногда достигавшие нескольких километров, и прятались в них от противников. В этих пещерных домах люди жили вплоть до XX века. Последних жителей расселили только в 1984 году. Сейчас пещеры используются для выращивания грибов и хранения вина. Например, известное луарское гристое вино «Креман-де-Луар» для достижения зрелости не менее 9 месяцев выдерживают в пещерах. Сегодня в гротах устроили рестораны, гостиницы и музеи. Они до сих пор являются продолжением некоторых домов. В них размещаются дополнительные комнаты или подвалы. Иногда заброшенные замки, которые мы исследуем, также имеют свои пещеры. Не знаем точно, для чего эти гроты служили конкретно этому замку, о котором мы сегодня сделали видео. Но по оставшимся комнаткам, а также остаткам посуды, кухне и валяющимся тут и там потемневшим от времени личным вещам, мы сделали вывод, что, возможно, тут когда-то жил обслуживающий персонал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пока!